добрый день дорогие пекари тема срабатывания остатков закваски неизменно нам важна и популярна потому что кормим мы регулярно печем гораздо реже кормим закваски естественно и у нас скапливаются остатки сегодня у меня получилось много остатков levita madera я решила сработать их в овсяное печенье по типу царского насколько она царская получилось испеките напишите мне в комментариях но на мой взгляд вполне достойное печенье и сегодня я хочу поделиться с вами этим рецептом совершенно не планировала сегодня печь никакое печенье но у меня остатки levita madera как видите обрезки ох как много то ну ладно нарезаю на кусочки остатки буду делать все сколько есть буду мелочиться чем мельче вы порвете либо порежьте тем проще вам будет замешивать получилось аж 270 граммов печенье овсяное значит берем естественно овсянку 140 граммов овсяных хлопьев добавляю сахар 140 граммов сахара 3 грамма соли 1 яйцо начинаю замес лопаткой на низкой скорости вы видите что практически замесилась значит самое время добавить масло 60 граммов сливочного масла можно помельче порез и пол чайной ложечки соды и разрыхлителя продолжим замес смотрите тесто замесилось стало такое красивое кремообразное можно уже формовать печенье берем бумагу для выпечки застилаем противень как выбрать бумагу не есть отдельное видео берем получившееся тесто и выкладываем на бумагу одинаковыми кусочками если где-то вдруг получилось неровно его мне очень нравится можно мокрыми руками чуть-чуть тесто собрать или отщипнуть там где больше получилось и переложить туда где вот мне например тут получилось меньше я не сильно гонюсь за эстетикой как получится так получится все духовка разогрета на 190 градусов отправляем выпекаться на 20 минут вот такие большие печеньки у меня получились налить они мягкие нежные перекладываю на решетку даю остыть и будем пробовать печенье у меня остыли давайте посмотрим смотрите мягкая текстура не сухая хорошо разрыхленная видите хорошая я уже одно попробовала я попробую еще если вы еще не догадались признаюсь этот рецепт я придумывала на ходу потому что мне надо было сработать остатки левита мадра поэтому чтобы я здесь исправил в этом печенье я бы положила больше овсяных хлопьев вот сколько у вас закваски левита мадры столько же овсяных хлопьев по весу можно даже больше но поровну будет хорошо здесь маловато овсяных хлопьев дальше масло к сливочному маслу я бы добавила чуть-чуть растительного подсолнечного прям вот граммов 10 15 может быть 20 и сахар но это на любителя вообще царское печенье обычно очень сладкая это умеренно сладкая так что сахара тоже можно больше да еще один момент если вы делаете не на левита мадра она обычной закваски у вас могут получиться они жидковатые они и у меня то в принципе видите низковатая жидковатой поэтому если делаете на обычной закваски добавьте немного муки чтобы масса была погуще ну а так имеет право на существование чтобы сработать остатки прекрасно поэтому давайте продолжать печь испечем много всего интересного подписывайтесь на все мои ресурсы приходите на курсы мы с вами будем учиться хлебопечению и познавать новое